Здравствуйте! В последнюю четверть XIX века на исторической сцене России появляется новый фигурант. Вернее, речь идет о новой роли женщины в обществе. Бурный рост капитализма, развитие рынков, появление новой профессии привело к изменению роли женщины в обществе и вовлечению в труд женщин, раньше принадлежавших только семье. Новая женщина – это термин времени, то есть женщина эмансипированная, а значит внутренне освобожденная, независимая, самостоятельно добывающая свой хлеб. Она оказалась в центре дискуссий и споров. Далеко не всем нравилась такая экспансия женщины. В центре общества оказался женский вопрос. Новая женщина, как реальность, как социальный тип, шагнула на страницы романов, пьес и на сцену. Тех, кто вырвался вперед в областях, раньше считавшихся чисто мужскими, иногда высмеивали, называли синими чулками, чтобы принизить их достижения. Нужно сказать, что в это время на Западе развернулось движение суфражизма. Суфражизм, то есть восстание женщин, осуждалось многими в России. Старая российская патриархальность, домострой неожиданно получили подкрепление у новейших психологов и социологов. Они обосновывали теорию неравенства полов и обреченности женской деятельности вне семьи. Женские требования равноправия, равного образования и просто стремления, иногда в силу вынужденных обстоятельств, зарабатывать себе на жизнь, наталкивались на новейшие теории. Один из таких авторов, Иван Астафьев, например, заявлял, что заложенная природой репродуктивная функция женщины, ее амплуа матери, хранительницы очага, обрекает ее на обязательное отставание в трудовой и интеллектуальной сфере. Они, говорил он, не позволят ей занять равное с мужчиной место. Мало того, этот автор грозил, что развитие прав женщин, осуществление этих свобод закончится плохо, как он прямо говорил, революцией. Однако, несмотря на все эти заявления и сопротивления, все больше женщин вступает на тернистый путь общественного служения, самостоятельной работы. Семья и сцена раньше были единственными плацдармами приложения сил женщины. Теперь они терпят конкуренцию от других сфер деятельности. Знаменитые бестужевки, выпускницы сельскохозяйственных, коммерческих курсов, писательницы, преподавательницы, становятся обязательной частью городского пейзажа. Заметим, что в это время и в искусстве женщина оказывается в центре. У многих произведений эпохи модерна, эпохи рубежа веков, женское лицо. Словом, лик времени – это лик женщины. Любопытна в этом смысле статья, появившаяся в журнале «Исторический вестник». Он регулярно освещал актуальные вопросы жизни и искусства. Статья Бориса Глинского называлась «Расширение прав женщин». Автор говорит в ней, что самый рост капитализма, развитие бюрократического строя в России потребовал большего числа работников, чем могло удовлетворить мужское население. На рынке, пишет он, оказалась громадная толпа интеллигентного женского труда. И хотя признавал автор в конкурентной борьбе вверх за сильным полом, но, смею вас уверить, рано или поздно господам-бухгалтерам, контролерам, кассирам, ревизорам, делопроизводителям грозит печальная катастрофа. Жизнь еще жестоко посмеется над самонадеянностью и самомнением мужчин. И действительно, эти профессии стремительно феминизировались, становились женскими. Эта тенденция сохраняется и поныне. Автор заключал, женщина-народная учительница сделала чудеса в русской деревне и еще совершит немало чудес в городе, если открыть ей двери к широкому, прежде недоступному образованию. Какое все это имеет отношение к теме нашей лекции? К этому времени многие актрисы покидают сцену для того, чтобы стать предпринимательницами, для того, чтобы начать собственное театральное дело. Вот именно о них и поговорим мы сегодня. И первой в этом ряду была Анна Алексеевна Бринко. Анна Алексеевна Бринко была актрисой, и в 1878 году конторой императорских театров на ее имя было выдано удостоверение номер 1591, в котором говорилось, что отныне она является артисткой драматической труппы императорского малого театра. С тех пор зимними вечерами к подъезду театра подъезжала карета, запряженная великолепными лошадьми, и богато одетая женщина, иногда в мехах и бриллиантах, исчезала в подъезде малого театра. Да, ее семья жила, что называется, на широкую ногу. Достаток был во всем. Муж был адвокатом, композитором, литератором, сколотил значительное состояние. Вскоре семья переехала в Петровские линии, поближе к театру. Внешний вид Бринко благополучный, богатый, ее роскошные туалеты, безусловно, вызывали зависть ее партнеров по сцене. И хотя Бринко сама получала скромное жалование в тысячу рублей, в сезон, словом, столько, сколько премьеры Александринской сцены, например, в месяц, тем не менее ей завидовали. Между тем, артистическая карьера складывалась не очень удачно. Лишь однажды она выступила в роли королевы в «Гамлете» и сыграла одну главную роль в пьесе Островского. Ее отношения с труппой не сложились. Она стала томиться, с раздражением писала об упадке малого театра, о старом репертуаре. Восхищение и негодование – вот два чувства, которые двигали ей в ту пору. Такая неудовлетворенность заставила Анну Бринко подумывать о других видах деятельности. Она заинтересовалась любительскими спектаклями. В это время в моду входили интеллигентские собрания с декламацией, пением, различные кружки и клубы. Был уже создан артистический кружок Островского, а затем Общество искусства и литературы, в котором начал выступать в качестве актера и режиссера Станиславский. В эти годы Анна Бринко писала «Итак, я взяла себя в руки и замыслила побег». Кроме того, ее волнует не только состояние театра, а все, что происходит в стране, в стране с баламученной народничеством. Пройдет совсем немного времени, и созданный ею частный театр станет вызовом императорскому малому. Однако дело создания нового театра осложнялось еще и тем, что в России в это время существовало государственное монополие императорских театров. Так продолжалось до 1882 года. Что это означало? Это означало, что в столицах, как называли Москву и Петербург, открывать частные театры было запрещено. Здесь царствовали только императорские. Александринские в Питере и Малой в Москве. Императорская сцена подчинялась министерству двора, и о свободе репертуара говорить не приходилось. Частная антреприза, то есть предпринимательство, развивалась в это время только в провинции. Однако там это дело совершало чудеса. Сложились на карте театральной России центры, куда началось буквальное паломничество актеров. Нижний, Киев, Одесса – это все были театральные крупнейшие города. И там зрители могли видеть блестящих артистов, видеть новые пьесы. В столицах разрешалось играть любителям не пьесы целиком, а только отрывки. Нельзя было организовывать спектакли с целью получения платы со зрителя. Так вот, Анна Бринко замыслила создать частный театр в Москве еще до отмены государственной монополии. Это должно было быть, по ее собственным словам, свободное театральное дело, новая антреприза, новая и в профессиональном смысле. Ну, для того, чтобы решиться на этот рискованный шаг, нужно было ручательство крупных фигур, поддержка моральная, бюрократическая, финансовая. Деньги она считала у нее есть. Зимой 1880 года она отправляется в Петербург с петицией к обществу христианской взаимопомощи. Она хочет получить их покровительство, а также найти спонсоров, как бы сегодня сказали, а тогда меценатов для своей деятельности. Она была еще полна сил и иллюзий в это время, однако уже начинает понимать, что значит обивать пороги различных учреждений. Заручившись поддержкой большесловесной, формальной, чем материальной, она возвращается в Москву. Ей удалось снять так называемый Солодовниковский театр, недалеко от только что открытого памятника Пушкину. Вот почему ее театр будут называть Пушкинск. Он был открыт в сентябре 1880 года. Мысль открыть театр именно здесь пришла ей на торжествах по случаю открытия памятника Пушкину. Она подумала о том, что здесь в театре будет так же, такое же скопление молодежи, будет культурный центр, здесь будет поставлена русская классика, серьезный текущий репертуар. Однако скоро выяснилось, что собственных средств, а были заложены все бриллианты и меха, не хватит. Только упорство и стальная воля двигали Бринко вперед. И вот она обращается к турецкому миллионеру Малкиелю, которому принадлежало несколько крупных производств, в основном обуви, с просьбой поддержать ее затею. Именно он и способствовал получению роскошного здания театра в Москве. В результате внешний вид театра напоминал знаменитый парижский театр «Ренессанс», в котором в это время блистала великая актриса Сара Бернар. Внутреннее убранство этого театра, все архитектурное решение поразит в это время не только зрителей, но и самих актеров. Вот как описывала театр одна из поступивших в труппу актрис. «Я оказалась словно в новом мире. Сцену и зал театра проектировал известный московский архитектор Чичагов. Светло-голубой занавес, строгое фойе с портретами актеров и бюстами драматургов, восточные ковры на лестницах создавали атмосферу уюта и художественного вкуса». Но особенно молодых актеров поражало то, что здесь заботились не только о зрителе, но и об актере. Поражал, например, комфорт гримуборных, поражало то, что спектакли готовились тщательно, репетировались три-четыре недели. Это была неслыханная роскошь. Набирая актеров для своей труппы, Анна Бринко использовала интересный и верный ход. Она пригласила в труппу, как говорили тогда, сливки провинциальной сцены. Актеров она привлекла высокими московскими гонорарами и, кроме того, дала роли и заработок молодым актерам. И вот вскоре на сцене ее театра появятся звезды провинциальной сцены. Такие, как Пелагея Стрепетова. Это замечательная актриса конца девятнадцатого века, актриса трагического дарования, нервная, тонкая. Она была кумиром молодежи в Москве, в Петербурге, в провинции, везде, где она выступала. Кроме того, в ее труппу приходят два провинциальных известных актера Модест Писарев и Василий Андреев-Бурлак. Вот сейчас мы видим их в сцене из пьесы Островского «Свои люди сочтемся», ставшей событием московского театрального сезона. Другой известный спектакль здесь на гравюре «Счастливцев и несчастливцев» из другой пьесы Островского «Лес». Комик и Трагик Вскоре в театре появилось еще одно новшество «Художественный совет». Он принимал все важнейшие решения в театре. Театр сам строился на демократических принципах, пропагандировал ансамбль актеров. В этом он очень отличался от звездной организации императорской сцены, где все в это время диктовали премьеры. Анна Бринко сама актриса вовсе не тянула одеяло на себя, вовсе не стремилась быть центром постановки. Прежде всего она заботилась о качестве репертуара. К к тому же в театре Бринко появился еще один важный человек режиссер. Режиссировала порой она и сама. Однако Бринко говорила, что в театре деле коллективном не должно быть чьей-либо диктатуры. И вот режиссером театра стал известный педагог, режиссер, литератор Алексей Филиппович Федотов. О нем впоследствии писал Станиславский. И вскоре трупа Бринко уже выросло до пятидесяти человек. Что же ставил театр впоследствии? Нужно сказать, например, что большим событием стала постановка маскарада Лермонтова, которому Бринко дала новую жизнь. Серьезнейшей репертуарной заявкой стала постановка Гамлета Шекспира с трагиком Ивановым-Козельским в главной роли. Критиком этого спектакля выступил Владимир Иванович Немирович Данченко, один из будущих создателей художественного театра. Тогда он отнесся к этому спектаклю сочувственно. Похвалив актера за человечность и простоту. Ставились многие пьесы Шиллера, Мольера, но настоящим фурором стала постановка записок сумасшедшего Гоголя с Василием Андреевым Бурлаком в главной роли. Это по существу был моноспектакль гениального актера. Передать тонкую игру словами было практически невозможно. И фотографы того времени создавали целые серии фотографических снимков, которые продавались впоследствии как открытки для того, чтобы отразить все нюансы его гениальной игры. Впоследствии он сыграл и Мармеладова в инсценировке «Преступление и наказание Достоевского». Критика писала «Маленький человек обрел у артиста трагический обобщающий гуманистический профиль. Внешне совершенно ничтожный, какой-то жалкий, оборванный пьяница был перед глазами зрителя на протяжении трех часов, но полностью овладевал его вниманием, мыслями и чувствами. Все было наивно и просто, как сама жизнь. Бурлак плакал настоящими слезами, а вместе с ним плакал весь зал. И тут же скажут, что в Москве возник яркий конкурент Малому театру, что Малый театр покидает интеллигентное публика и молодежь. Между тем, заметим, что зал этого частного театра помещал немало зрителей, 1300 человек. Все в своей жизни Анна Алексеевна Бринко принесла в дар театру в ущерб семье, личному благополучию, достатку. И вот это дело вскоре оказалось под угрозой. Бринко пыталась бороться за существование, привлекала все новых меценатов, приглашала к участию в спектаклях великих мастеров Малого театра, включая Марию Ермолову. Нужно сказать, что в это неспокойное время театральная Россия оживилась. В 1877 году было создано общество взаимопомощи русских артистов. В 80-е и 90-е годы пройдут съезды сценических деятелей. Здесь будет принят ряд важных документов по защите труда артиста. Оживилась и гастрольная жизнь. На Великий пост, когда не играли спектакли, в Москву на биржу стекались актеры со всей страны. Короче, наступала новая эпоха в жизни театра. Организовывались актерские товарищества. Вот и в театре Бринко совершенно новый дух, дух театрального товарищества. Она писала, мы были свободными людьми, собравшимися только по собственному желанию. Для молодежи она давала утренники по сниженной цене. И это сделало театр очень популярным демократической среде. Сложился круг своих зрителей, молодежи. И это, конечно, не понравилось тем, чье дело было блюсти государственную монополию императорского театра. Считалось после первого сезона, что Бринко нарушила положение закона и дает платные целые спектакли. Она пыталась искать защиты у министра просвещения, у других важных чиновников. Однако театр Бринко задушили именно экономически. Через какое-то время театр у нее благодаря интригам был перекуплен бывшим присяжным поверенным, дельцом. он всего лишь держал вешалку, как говорили тогда, то есть владел гардеробом в театре у Анны Алексеевны, а теперь стал самостоятельным хозяином театра. Его звали Федор Адамович Корж. Был он выходцем из немецкой семьи. И нужно сказать, что и Корж, и Анна Бринко были людьми не старыми, тридцатилетними, оба были образованными, любили театр, но это были совершенно разные личности. Лиса и хищник – таково определение, даваемое многими актерами Федору Коржу. Его коварству, хватке Анна Алексеевна Бринко могла противопоставить только свое честное ведение дел, преданность искусству. И между тем, не все молодые актеры труппы были согласны терпеть пусть временные, но лишения работать без заработка. Было, что называется, и роковое стечение обстоятельств. 1 марта 1881 года был убит, как известно, народниками император, реформатор Александр II. Как это связано с падением театра Бринко? Был объявлен траур, а во время траура спектакли запрещались. К этому времени Бринко распродала билеты на месяц вперед, и вот зрители стали их возвращать. касса театра опустела, и он был поставлен на грань катастрофы. Она обратилась опять к турецкому миллионеру Малкиелю, но в это время опять дурное стечение событий, он оказывается под судом. То ли обувь, а говорили, что он надел всю обул русскую армию, то ли обувь была с браком, и кто-то возбудил дело против него, то ли обвалился потолок в одном из зданий и убила случайного прохожего, но в любом случае Малкиель был не помощник. Наступили действительно черные дни. В это время премьер театра Модест Писарев просит молодых актеров подождать, требовать жалования. Он предлагает им свое собственное, артист ведущего положения, но не все его поддерживают. А Вренко уже сняла и Петровский парк на будущий сезон. Заложено все, дела трещат по швам. В прессе тут же появляются злорадные публикации о конце женской антрепризы, о непрактичности Анны Бренко. И кроме того, на сторону Корша встает режиссер Федотов. Итак, после двух лет работы театра Анны Бренко не стало. Театр стал называться Коршевским, и с таким именем он доживет до советского времени. И все же брешь в государственной монополии, ее называли еще театральное крепостное право, была пробита. Хотя славу первопроходчице, создательнице первого частного театра Анне Алексеевне еще придется оспаривать у Корша, тем не менее, писатель Гелеровский, вот он на снимке, летописец Москвы, знаменитый дядя Геляй, один из немногих, поддержавший ее в это трудное время, говорил, что все равно она первая, и театр ее первый. Нужно сказать, что в это время она была в отчаянии, была готова буквально покончить жизнь самоубийством, дала трещину ее семейная жизнь, впоследствии заболел и умер сын, ушел муж, несчастья, болезни валились одно за другим. Друзья оказывались рядом и буквально оттаскивали ее от пропасти. Вот и Гелировский описывает в своей книге «Люди театра» эту историю. Он вспоминает, как когда-то никому неизвестный, чужой в Москве, оборванный, приехал в город и случайно увидел на улице праздничную толпу актеров Пушкинского театра. Он узнал провинциального трагика Модеста Писарева. Был с ним когда-то шапочно знаком. И вот премьер театра и поздоровался с ним за руку, и пригласил на обед. Анну Бринко это очень поразило тогда, как это нищий какой-то мастеровой премьер театра. Но она тоже дала ему кров, квартиру при театре, дала семь рублей денег. И вот спустя несколько лет Гелировский становится писателем и вспоминает о своем долге. И в пасхальную ночь приезжает к Анне Бринко. Он застает ее почти в отчаянии в холодном и голодном доме. Гелировский привозит гостинцы, красное вино, пасхальный кулич, сладости. Это все уже неслыханная роскошь для Анны Бринко. И он просит принять деньги, вернуть старый долг. Впоследствии Гелировский посвящает Анне Бринко свое стихотворение. Десятки лет назад ей поклонялись две столицы. В кружке блестящей этой жрицы встречал я знаменитых ряд. И в этом ряду называет и Тургенева, и Островского, и Чехова. Лишившись театра, а потеряла она 150 тысяч рублей, огромную по тем временам сумму, и, поняв только через год окончательно, что дело не вернуть, Бринко пытается забыться в чем-то. Она начинает писать пьесы, обобщает свой житейский опыт, свой театральный опыт, и одну из таких пьес называет «Современный люд». Иронически, рассказывая историю коварства, имея в виду Корша, игры буквально на деле, впоследствии в 90-е годы она поступает на Александринскую сцену в Петербурге. Ну, с одной стороны, это, конечно, престижно, а с другой Бринко почти ничего не играет. Она выходит на сцену всего-то дважды в год. Говорят, что она просто так получает жалования 1200 рублей, но это был мизер по сравнению с окладами Савиной, Ходотова и других. Кроме того, ролей ей не давали специально, ей мстил драматург Потехин, занимавший чиновничье кресло. Когда-то она не занимала в спектаклях его дочь. И Бринко опять начинает искать своих увлечений вне театра. Ее привлекает идея театрального образования. В это время в Москве уже функционировало филармоническое училище при московском филармоническом обществе, из которого впоследствии вырос известный театральный институт ГИТИС. И она тоже в Петербурге хочет создать театральный драматический класс при консерватории. Однако это дело встречает массу препятствий. Дело в том, что Бринко задумала училище специально для людей бедных, для низов, для демократической публики. Очень долго продолжались мытарства с уставом, кто может учиться, зачем и чему, какую квалификацию получит. Но повторилась фактически история с Пушкинским театром. Играла немного Анна Алексеевна, играла в основном со студентами. Во время империалистической войны она будет выезжать с ними со спектаклями на фронт. Наконец, в канун уже 1917 года она открывает первый рабочий театр. Бринко привыкла бороться, воевать, но если раньше ее врагом была старая бюрократия театральная, то теперь бюрократия новая, советская. Она столкнулась и с лидерами пролеткульта, быстро присвоившими театр. Дело в том, что пролеткультовцы, сторонники крайне левых взглядов в искусстве, требовали сбросить классиков с парохода современности, а Бринко не мыслила своего театра без классики русской и мировой. Но не только. Театр и без того бедный, театр бедных буквально обирают, заставляют бесплатно играть по пролетарским праздникам для партийного руководства, душат арендой, военными налогами и, главное, диктуют, что играть. На стол Бринко, как директрисы, ложатся полуграмотные с орфографическими ошибками их приказы. И опять надо защищаться и бороться, впрягаться как локомотив в театральное дело. Она даже переезжает жить в театр, потому что в то время в Москве послереволюционный, послевоенный транспорт ходил очень плохо, было долго ехать, добираться до театра от ее квартиры, а жила она в скромной квартирке возле церкви Вознесения у Никитских ворот. И так она переезжает в театр, живет там среди декораций, костюмов. Собственно, вся ее жизнь и была театром. Своего у нее уже ничего не осталось. Сколько унижений, потерь, лишений только из-за желания делать дело, строить театр. И когда ценой невероятных усилий она все-таки выходит победительницей, и в 1924 году ей присуждают звания заслуженной артистки, состоялся вечер честования Анны Бринко. Она действительно заслуженная артистка и может выйти на сцену и сыграть хорошо, даже блестяще. Она играет Кованиху в грозе Островского. И вот здесь ей пишут поздравления, телеграммы. Самые первые люди России Луначарский, Станиславский, Ермолова скажут, что на развалинах Пушкинского театра выросли все новые лучшие театры России, конечно, включая художественные. Что ее жизнь целая эпоха в истории драматического театра и школы, но, как говорится, какой ценой? Я хочу подчеркнуть разницу между делом, которое начинала Анна Алексеевна Бринко, отказавшись от карьеры ради дела, и предприятиями актрис того времени, популярных актрис, даже великих, театрами, которые возникают в начале века. Одной из властительниц Дум в это время была популярная актриса Вера Федоровна Комиссаржевская. Вера Федоровна Комиссаржевская карьеру свою начала поздно. Она первоначально играла в провинции, играла в домашних театрах, и только потом поступила сначала в провинциальную антрепризу, заметим, что путевку в жизнь ей тоже дает провинциальная антреприза, то есть частный театр Синельникова, и потом оказывается на императорской сцене. Вера Федоровна Комиссаржевская актриса нервная, огромные глаза, потрясающий голос фигурирует в каждой рецензии. И вот эта актриса играла новых героинь, юных девушек, которые столкнулись с большой жизненной несправедливостью, своей нервностью, открытым темпераментом, адресностью своей игры и большим сопереживанием новой женщине, новой девушке, она вызывала огромную симпатию у студенчества. Конечно, Вера Федоровна с такими позициями, а она поддерживала все новое в искусстве, в это время появлявшееся, не могла ужиться с премьерами Александринской сцены. Ей пришлось уйти из театра. И после нескольких лет гастролей по всей России Вера Федоровна создает собственный театр. В 1904 году открывается театр Комиссаржевской в Пассаже в Петербурге. Затем не в силах платить аренду это было большое помещение она переезжает в другое здание театр на офицерской и туда приглашает уже скандально знаменитого режиссера Всеволода Мейерхольда. Но нужно сказать, что симпатизируя новым течением в искусстве, символистом, новой режиссуре, Вера Федоровна все-таки хотела быть первой актрисой. Она хотела быть в центре спектакля, играть главные роли, чтобы зритель смотрел именно на нее, мечтала о своем театре. И вот Мейерхольд начинает работать в театре Веры Федоровны, ставить спектакли, но он увлечен совсем другим, решением спектакля в целом, новой мизансценой, новым построением декораций и вообще новым видением театра, где актер, актриса лишь одна из множества красок. И вот почувствовав, что она уже не находится в фокусе внимания режиссера и зрителя, Вера Федоровна была очень недовольна. Она немедленно дала отставку Мейерхольду, и они расстались. Другой пример театра премьерши это театр Лидии Борисовны Еворской, тоже в Петербурге, открытый в 1901 году. Лидия Борисовна Еворская, вот здесь на слайде мы ее видим в компании Антона Палыча Чехова, справа, а слева Щепкина Куперник писательница, рядом с ней сидит Лидия Борисовна Еворская, вторая слева. Лидия Борисовна была образованной женщиной, современной, новой женщиной, действительно ее дарили своей дружбой и Чехов, и другие известные люди своего времени. она тоже начинала свою карьеру в частном театре, будучи непринятой на императорскую сцену. Она хотела создать свой собственный театр. Театр нового репертуара, прогрессивный театр, в который бы пришла новая публика. И в 1901 году в Петербурге открылся новый театр Лидии Еворской. Нужно сказать, что театр действительно ставил мировую классику и современные произведения, которые с трудом допускались цензурой на сцену. В частности, в ее театре был поставлен Фома Гордеев, инсценировка Горького. Однако, нужно сказать, что это была женщина, озабоченная прежде всего своим успехом на сцене. вести дело согласно какому-то распорядку, отвечать за каждый свой шаг, она была не готова. Несмотря на то, что театр был действительно политически радикален, туда приходила молодежь, там нашли свое убежище многие участники Октябрьской стачки 1905 года, тем не менее, порядка в театре не было, и поэтому, просуществовав несколько больше, чем театр Бренко, чему способствовали меценаты и ее муж-литератор, тем не менее, театр тоже разорился и перешел к другому антрепренеру. И вот всякий раз, когда заканчивал свою жизнь такой театр, в прессе сразу говорили о том, что кончилась еще одна дамская затея о женской непрактичности и неумении вести дело. Ну, такие отдельные случаи, я специально их привела, были, но обобщение было неправомерным. И так речь идет не об известных актрисах, создававших театры для себя, чтобы там продолжать свою карьеру, нет, о новом деле, о театральном предпринимательстве. Вот об этих последовательницах Анны Бринко известны куда меньше. Громкой славы они не снискали. Неудивительно и то, что мы не располагаем даже их фотографиями. В Москве и Петербурге тем не менее после 1882 года дело частного театра с женщинами было продолжено. Я хотела бы назвать три имени Мария Абрамова, Елизавета Горева и Елизавета Шабельская. В театре Марии Абрамовой, который открылся в 1889 году, ставились первые большие пьесы Чехова, еще не попав на императорскую сцену. Нужно сказать, что и Абрамова, и Горева также были подвижницами в Москве, развивая свое театральное дело, казалось бы, в новых обстоятельствах. Почти все современники отмечали общее в личностях этих женщин. Это были женщины образованные, интеллигентные, и они не искали карьерных интересов, не искали самореализации в искусстве. Елизавета Горева и Мария Абрамова завоевали, что ли, свой плацдарм в Москве очень быстро. Впоследствии, однако, Мария Абрамова говорила, вести театральное дело это требовало более жестких рук, чем мои слабые. Другая Елизавета Горева держала театр в газетном переулке. Он заиграл в 1890 году. Нужно сказать, что действительно театры располагались в центре, сюда приходила часто из любопытства гуляющая толпа публики, но Горева делала ставку прежде всего на свою публику, публику интеллигентную. Она, не объявляя это широко, безусловно, стремилась продолжить дело Анны Алексеевны Бринко. Сначала она ставила классику, ту же Грозу Островского, мировую классику, пьесы Шекспира, Шиллера, Мольера. Но очень скоро эта предпринимательница понимает, что такой репертуар, как она говорит, верный путь к банкротству. Публика ждала развлечений, и вот тут, поставив уже чеховские спектакли и в частности поставив Водевиль Чехова предложение, она переходит к жанру, который любим публикой всех времен и народов, к мелодраме. Она сделала большую ставку на мелодраму, сознательно пошла на более легкий репертуар, наброски имена современных авторов мелодрам с выстрелами, самоубийствами, чудесными превращениями золушек в принцессу, но даже это не сработало. Ставка на мелодраму не принесла ей финансового успеха. Что же происходило, в чем была причина кризиса и упадка этого театра? Дело все в том, что в это время критика обращает внимание не столько на пьесу, не столько на то, что и как игралось, а на общее решение спектакля. В моду входило новое искусство, режиссура, решение спектакля в целом. Вот что главное. Это уже случилось в Европе, режиссура завоевывала свое место в театре России. А с режиссурой в этих женских частных театрах было намного сложнее. И, вероятно, довольно сложно складывались отношения женщин антрепренер с мужчинами режиссерами. И вот влиятельный журнал «Артист», журнал, от которого в то время зависел успех многих театров, их жизнь, стал писать очень критично о спектаклях театра в газетном переулке. Прежде всего критиковалось не актерское искусство. Журнал писал о том, что Гусева как бы глуха к требованиям современности. Мизансцена у нее не на высоте. И даже еще строже. Тут же вспомнили, что Анна Бринко в основном коллекционировала в своем театре провинциальных актеров, заманивая их на столичную сцену разными способами. давая им великолепные роли, высокие гонорары. Так вот, Агусевой сказали, что она низводит столичную сцену до уровня провинции. Однако заметим одно очень интересное обстоятельство. Все дело в том, что в это время и репертуар Малого театра в Москве и Александринского в Петербурге отнюдь не блещут какими-то новациями. Наоборот, многие режиссеры этих театров не понимают значения новой драматургии. А если ее ставят, то она очень часто проваливается. Так произошло в это время с Чеховым. Ленский, директор Малого театра в это время режиссер, который хотел проводить реформы в театре, отказывает Чехову в постановке. А когда ставится его чайка впоследствии в Александринском театре режиссером Евтихием Карповым, то следует оглушительный провал. Но как бы не замечается все это критикой, почему-то особенно требовательны авторы статей именно к антрепризам и более того к антрепризам, которыми руководят именно женщины. Были и другие идеи у этих женщин антрепренерш. Дело все в том, что очень популярны в это время массовые жанры. Народная опера, цирк открывается ряд частных театров, которые специализируются на таких представлениях. Идеи народного театра в это время развиваются целым рядом видных представителей русской культуры. О народном театре говорит Толстой и хочет создать целую серию пьес для народа и пишет их. В основном, правда, это пьесы морализаторские, пьесы небольшой драматургической ценности. Еще раньше о театре для народа говорил Островский и тоже стремился создать такой репертуар. Впоследствии о народном театре говорит Горький и в конце 80-х годов в Нижнем Новгороде организует такой народный театр. Существовали народные театры и возникшие стихийно при ярмарках, в том числе известной Нижегородской ярмарке, на которую стекалась вся Россия и потому там было особенно важно давать спектакли народного театра. Мы помним, что Бринко тоже хотела снять Петровский парк для организованных театрализованных народных гуляний, то есть ставить некие массовые гуляния и зрелища. И вот Горьева решила как бы охватить все социальные слои зрителей, обратиться не только к слоям самым образованным, тонким, разбирающимся в репертуаре и буквально ловящим каждое слово артиста со сцены, а начать просвещать публику неискушенную. Собственно, делать то же самое, что делала Анна Бринко, но объявить об этом открыто. Ведь время, казалось бы, было уже совершенно другое. Это новая эпоха в театре России, в жизни России, эпоха, когда все пришло в движение и театральная жизнь стремительно демократизировалась. Так вот, Гусева замышляет открыть народный театр в полном смысле этого слова, театр для народа. Но такой театр должен быть обязательно доступным театром. А вот доступный означал дешёвый, дешёвые билеты, символическая плата за вход. И вот это для частного театра безусловно было серьёзной проблемой. Такой театр работал себе в убыток. Развить дело народного театра безусловно в то время одной женщине-антременёру было не под силу. И как только начинает это дело Елена Гусева, опять критики говорят о том, что это заигрывание с демократическим народным зрителям потакание вкусом толпы. Что искусство опять снижает свою планку, как писали в то время. И Гусева, которая сняла огромные помещения для таких спектаклей, она открывала второй, третий театр, стремилась развить дело вширь, чтобы как можно больше людей попало на спектакле. Этим она думала финансово спасти театр. Но произошло обратное. И в материальном смысле все эти театры оказались убыточными. Через некоторое время и дело Елены Гусевой также лопнуло. Но есть и другие стороны в этой теме женской предпринимательской деятельности в области театра. Дело в том, что очень многие проблемы оставались как бы за кулисами. Материальная сторона и сложность существования театра, нежелание меценатов вкладывать деньги в театр, ведь это было в разные времена. И вспомним, что создатели Московского художественного театра, который будет открыт в 1898 году, Немирович Данченко и Станиславский Алексеев были небедными людьми. И в это дело вложили все свои состояния. Немирович Данченко был литератором, педагогом, лауреатом многих премий. У него были деньги и у его супруги Баронессы Корф. Станиславский из семьи Алексеевых, знаменитых купцов, золототканное полотняное производство. И тем не менее, денег, вложенных ими в театр, не хватило. Как известно, пришлось обращаться за спонсорством, за помощью к Сальвию Морозову, к другим предпринимателям, которые содержали театр. Так вот, помимо этой, безусловно, важной материальной стороны, присутствует еще несколько моментов. Все-таки надо помнить о том, что все эти женщины вторгались в типично мужскую область. И вот я произнесла еще и третье имя. Имя Елизаветы Шабельской. Елизавета Шабельская откроет свой театр в Петербурге уже значительно позже. Это произойдет в 1912 году. Однако обратим внимание на то, что Елизавета Шабельская была вообще не из актрис. Она пришла, что называется, со стороны из литературы. Это была писательница, и она в свое время поддерживала отношения с Чеховым. И вот, думая о том, что новый театр обязательно должен быть театром высокой литературы, Елизавета Шабельская в новую эпоху опирается уже на опыт художественного театра, реформы которого удались прежде всего потому, что театр опирался на новую драму и режиссуру. И поэтому она хочет сделать директором своего театра известного популярного литератора. И предлагает это место писателю Бабарыкину достаточно авторитетному в своих кругах. И вот Бабарыкин становится ее коллегой в частном обратном театре, в театре Елизаветы Шабельской. Вместо того, чтобы помогать директрисе, хозяйке театра, он, используя свое перо, выступает в печати с критикой женских театральных начинаний. Разумеется, Бабарыкин пишет не против самого того дела, в котором он сам участвует, но в своей рассказике, в своей очерке, а он много путешествовал за границей, был очень известен, он довольно вставляет ехидные замечания о том, что сама природа не наделяет женщину практической сметкой, ей не идет заниматься предпринимательством, и складывается такое ироническое отношение. Сегодня, можно сказать, такой черный пиар по отношению к женщинам предпринимательницам, причем, как я уже говорю, это были коллеги. Шабельская первая заговорила на вот какую тему. Она открыто, пользуясь тоже своим писательством, заявила о дискриминации женщин- антрепренеров. Шабельская вскрыла еще одну сторону, негативную. Она заговорила о том, что по существу судьбу частного театра решают те, кого в своей пьесе «Таланты и поклонники» впервые вывел на свет рампы Островский. Поклонники. Кто это такие? Это граждане кулис, это завсегдатые театров, любители хорошеньких актрис. И вот эти поклонники, собственно говоря, решают, давать деньги театру или нет. Так вот, Елизавета Шабельская, начиная свое дело, сразу сталкивается с поклонниками. Обратим внимание, что в Питере к тому времени уже был опыт открытия частных театров с женщинами, несколько театров, только часть их я назвала, театр Комиссар Жевской и театр Лидии Борисовны Еворской. Шабельская приходит уже позже. И нужно чем-то очень удивить публику, чем-то ее завоевать уже десятые годы для того, чтобы привлечь ее в театр, заполнить залы. И вот в это время поклонники и как бы раскидывают свои сети. Они делают многозначительные намеки хозяйке театра относительно своих протеже, которым они покровительствуют иногда финансово. Шабельская поначалу условно не замечает этих намеков. Если она считает актрису неталантливой, она не дает ей роли. И так накапливается предмет ссоры, споров с ее поклонниками. Ничего не объявляя исподваль, они, собственно говоря, и сводят счеты со своенравной хозяйкой театра. Впоследствии всю эту историю описала сама Елизавета Шабельская в своей книге «Векселя антрепренерши». Что же это за «Векселя»? Ну, «Вексель» фигурирует в очень многих пьесах времени. И вот если в случае с театром Корша вернусь к теме театра Анны Бринко его гибели по существу была интрига с закладной которая была перекуплена Федором Коршем у Бринко без ведома хозяйки театр был заложен за долги то здесь была интрига с «Векселями» Дело все в том что нужно было найти какого-то покровителя спонсора в высших кругах и Елизавета Шабельская стала искать покровительство министра финансов Ковалевского но время конечно было уже совершенно другим и она тут же была обвинена в махинациях в использовании каких-то личных связей а «Векселями» оказались недействительными Елизавета Шабельская была подвергнута судебному преследованию и вот на процессе открытом по этому делу она заявила о том что ее в буквальном смысле слова подставили что действовать иначе она просто не могла и вот эти ловушки которые были расставлены делицами вокруг женщин антрепренеров они очень характерны кроме того была еще одна сторона на которую указала Елизавета Шабельская обратим внимание на желание этих женщин оказавшись порой в очень трудных условиях анализировать ситуацию в которую они попали они стремились понять почему все так плохо почему произошел провал их театрального дела Шабельская тоже отказалась по существу на долгое время от литературной карьеры ради театра почему эти театры собственно говоря существуют так недолго два года это роковая какая-то дата может быть только театр комиссаржевский и театр Лидии Еворской прожили дольше 4-5-6 лет и вот к какому выводу приходит сама директриса театра Елизавета Шабельская она говорит о том что в стремительно развивающемся российском капитализме оказывалось что как бы просто нет места женщин вот возьмите в руки историю российского предпринимательства где рассказывается о важнейших фамилиях купцов промышленников предпринимателей там же нет женских имен бизнес был закрыт для женщин и поэтому не оказывалось коллег подруг в этих смежных областях в мире российской коммерции у женщин антрепренерш как бы оказывалось нету помощниц к которым они могли бы обратиться и вот Шабельская с ужасом обнаруживает что несмотря на то что ею так же как и Бринко но менее эффективно возможно движет дело а тем не менее ее воспринимают как-то странно все время ищут ту фигуру которая стоит за спиной этой женщины предпринимателя их воспринимают исключительно как чьих-то ставленниц жен любовниц родственниц речь о самостоятельности не идет таким образом женское предпринимательство можно обобщая сделать некоторые выводы во-первых столкнулась с неразвитостью общего гражданского законодательства с бесправием женщины в целом ряде областей оно было подорвано поэтому экономически с другой стороны весь груз представлений о том что может делать и чего не может делать женщина также накладывался на эту проблему в результате женщины антрепренеры создательницы вот этих первых театров в Москве и Петербурге оказывались как бы в безвоздушном пространстве и такое впечатление что просто включали таймер и следили за тем сколько времени продержится то или иное театральное дело однако нужно сказать что вообще вот это движение в начале которого стояла Анна Бринко на самом деле было достаточно популярно так между 1880 и 1917 годом в этот период рубежа веков всего в Петербурге возникает 15 частных женских антреприз конечно 15 женских антреприз это много но это капля в море если учесть количество частных антреприз в провинции вот именно эти антрепризы которые иногда впоследствии стали столичными как например антреприза Незлобина они возглавлялись мужчинами и мужчине продвигаться по этому пути оказывалось значительно проще значительно легче чем женщине оттого мы гораздо больше знаем мужских имен имен руководителей театров Синельникова Незлобина Соловцова да это великие театральные предприниматели но нужно и помнить о тех кто встал на эту дорогу на дорогу женского театрального дела оценивая вклад этих женщин в развитие театра а ведь на честово Небринко говорилось именно о новой вехе о новой эпохе которую открывает ее фигура в театре важно учесть следующее они были прежде всего работницами интеллектуального труда и хотели чтобы к ним относились не по половому признаку женщина руководит театром а прежде всего ценили бы их умение вести дело работы ведь именно так относились к ним актеры тех театров которые они возглавляли это были специалисты работники с интеллектом образованием талантом помимо этого обратим внимание что еще Анна Бринко начиная свое театральное дело вовсе не стремилась к актерской самореализации наоборот я говорила о том что ее интересовала вся русская жизнь жизнь в России в период перемен и поэтому свое отношение к делу она называла гражданским служением России впоследствии именно эти слова повторит Станиславский но впервые их произнесла именно Анна Бринко однако кто об этом знает кто это помнит действительно только внутренне освобожденный человек человек без предрассудков мог заняться этим неверным неприбыльным как оказалось делом их двигали идеи просвещения просвещения прежде всего молодежи молодежи из низов широких демократических слоев публики нужно было очень много смелости чтобы встать на новый путь и не просто встать одной а повести за собой целый коллектив единомышленников я уже показала что далеко не все участники этого коллективного дела были готовы нести тяготы разделять вот эти черные дни со своей руководительницей с хозяйкой театра из рук которой между тем они получали и роли и заработок и вот эта незрелость актерская политическая иногда социальная тоже подрывала устои этого нового дела нужно было воспитать нового актера актера прежде всего одержимого общественным служением коллективным делом а не премьера и вот перестройка актерского сознания а она происходит тем не менее идет очень медленно актер в душе действительно эгоист он хочет быть центром он хочет быть главным играть главные роли и понять задачи дела умеют далеко не все актеры и вот это воспитание нового актера как раз происходит в это время и в нем участвуют театральные предприниматели участвуют те кто создает частное театральное дело и обратим внимание на то что и Станиславский и Немирович и другие работают до этого как педагоги они воспитывают вот то новое поколение актеров в это время театральной педагогикой например занимаются и актеры малого театра но чтобы совместить и деловую сметку и качество педагога воспитателя и режиссера конечно требовалась очень многогранная личность обратим внимание и на то что вот этим первым женщинам антрепренерам пришлось еще и овладевать множеством смежных профессий я собственно говоря общее сказала об этом им пришлось стать бухгалтерами костюмерами менеджерами им пришлось заниматься рекламой все это были совершенно новые дела для женщины новые профессии и вот это вместе все делало фигуру антрепренера некой универсальной фигурой необходимо сочетать в себе множество качеств это требовало очень большой внутренней дисциплины самовоспитания и самообразования подытоживая весь этот сегодняшний разговор я бы хотела сказать что вот все это не пропало даром несмотря на то что судьба театральных антреприз о которых я рассказала и Анны Бринко и Елизаветы Гусевой Марии Абрамовой Елизаветы Шабельской была короткой и часто печальной не все все-таки выплыли как Анна Бринко тем не менее она способствовала той театральной революции которая происходит в 80-е 90-е годы я прошу не путать ее с революцией социальной театральной революцией то есть обновлением театра изнутри и то в первую очередь что пало вот это театральное крепостное право это тоже заслуга этих женщин предпринимательниц о которых мы рассказали и наконец выяснилось что женщиной в обществе у мужчин отвоеван еще один важный плацдарм деятельности уже сегодня в современных выражениях мы можем сформулировать название этой профессии этого служения этого дела театральный менеджмент именно менеджерами оказались Анна Бринко Шабельская Гусева хорошими или плохими это другой вопрос главное что они были первыми они открыли дорогу женщине к совершенно новой профессии и вот что важно что эта дорога была открыта в очень сложной для России политическом отношении в экономическом отношении вихревое время и как я уже сказала театр Анны Бринко рабочий театр который возник существовал и в годы войны и революции это в целом рассказ о том что сделали женщины в области частного предпринимательства в Москве и Петербурге на рубеже девятнадцатого двадцатого века я предлагаю повторить и подумать над этими вопросами для самопроверки последующим моментом каково было место образованной и одаренной женщины в российском социуме на рубеже веков с какими трудностями экономического социального нравственного порядка столкнулись первые женщины антрепренеры это были как общие трудности для женщины так и частные театры создания частного театра нового типа почему нельзя было продолжить прежнюю императорскую сцену не создавая частных театров в Москве и Петербурге следующий вопрос какие черты заложенные частными театрами этих женщин черты демократической сцены вспомним о художественном совете об ансамбле получили дальнейшее развитие в русском театре здесь важно раскрыть причинно-следственную связь историческую последовательность развития вспомнить о том что художественный театр также возникает после театра Бринко наконец последний вопрос кто из женщин предпринимательниц последовал примеру Анны Бринко Обращаю ваше внимание и на словарь на глоссарий нашей лекции Ключевое слово лекции антрепренер антреприза от французского антреприз антрепренер предприятие предприниматель И наконец по данной теме я предлагаю обратиться к следующей литературе Во-первых к учебному пособию в котором раскрываются закономерности развития литературе